Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу поделиться, как я выравниваю тон кожи. Поэтому, кому интересно, не переключайтесь, и вы все увидите сами. Итак, первое, хочу сказать, что я являюсь противницей тонального крема. Для маскировки области вокруг глаз я использую консильдер, об этом я уже сообщала, для меня это средство номер один. Но для коррекции тона всего лица я использую другие средства. Первое, это бронзант. Бронзант я использую фуперлик, причем тот, что я купила, он у меня до сих пор. И также я использую кисточку. Если у вас кисточка наподобие моей, то она не отличается особым качеством. Точнее, ну как, набор этот хороший, но просто из набора сейчас у меня осталась только одна кисть, и эта кисть не является какой-то плоской или с особым ворсом, просто она обычная. Я ее сначала окунаю в бронзант и потом наношу на скулы. Причем, ну вот, таким примерно движением, я не знаю, насколько это все правильно, потом я такими круговыми движениями распределяю. Причем, с одной вот этой кисточки, одним касанием бронзанта я вношу обычно на две скулы. Но сейчас просто для того, чтобы показать вам более наглядно, я сделаю так, как будто вот я нанесла слишком много бронзанта на кожу. И он становится, конечно, заметен, выглядит все это дело нелепо. И дальнейшая растушевка может уже не спасти результат. Что делать дальше? Дальше я беру крем Фаберлик Ровный Тон. И наношу его на кожу, на бронзант. Такими вот похлопывающими движениями. Я вам скажу такой способ, да, конечно же, вот ровный тон идет обычно под макияж. Но если даже вы заметили, что, например, румяна или бронзант легли слишком ярко, насыщенно, и кисточка не помогает убрать излишки, то крем Ровный Тон, он, во-первых, сгладит переходы между бронзантом и лицом. И, во-вторых, он помогает избежать эффект маски. Вместо этого крема можно использовать, не знаю, какой-то ваш дневной крем. Но просто в этом креме содержится пудра. Эффект пудры небольшой есть. И он также маскирует поры. И выравнивает тон кожи. Поэтому, если вот вы переборщили, опять же, с бронзантом или с румянами, то вот этот способ, во всяком случае, мне, он помогает. Причем в видео, когда я сделала по поводу бронзанта, многие писали, что он подходит только для девушек со смоклой кожей. На самом деле это не так. Если нанести бронзант, даже вот, если даже нанести чуть больше, чем нужно, то это все продается корректировки. Даже вот, казалось бы, у меня смуглая кожа, и то я умудряюсь нанести его чуть больше. Но затем я эти моменты все сглаживаю. И вот, когда крем уже впитается, получается, нет никаких таких переходов четких, нет эффекта маски. И на другой стороне, я вот сделала макияж, это утренний макияж. То есть, в принципе, тоже нет никаких таких вот четких переходов. Надеюсь, мой трюк будет для вас полезным. Надеюсь, видео для вас полезное. И также мне интересно, какие средства используете вы для придания лицу ровного тона. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!